В череде ночных тусовок остановить его смогла только эта страшная авария. Молодой парень, 24 года. На рассвете ехал явно из клуба или из бара. Уже под парами. Врачи при осмотре чувствовали запах алкоголя. Женя, всё! Всё! А как вы болеете? У этих ребят совсем другие машины. Их сконструировали здесь, в лаборатории, которую тоже создали сами. Атмосфера чем-то напоминает кружок юный техник. Только вот они уже не дети. Студенты и выпускники технических вузов, которые стремятся сделать популярным то, что пока называют инновацией на коленке. Мои друзья, которые в общежитии жили, они действительно собирали своих роботов буквально там на коленках. Это всё хранили под кроватью. Реально не было места, куда прийти и реально заняться. Молодёжь в Петербурге всё больше стремится быть не просто продвинутой, а действительно умной. Моду на интеллект первыми начали внедрять в музеи. Раз в год стали работать по ночам. Мы едем на Горьковскую, к Гидропавловке. Ура, по машинам! А потом двери распахнули и библиотеки. Почему не в клуб, не в бар? Ну, пить уже надоело, надо завязывать. Печень, она это даёт знать. Тренд подхватили так называемые креативные пространства. В культурной жизни северной столицы они всё заметнее. Конечно, время рейвов закончилось, и людям захотелось поговорить друг с другом. Это очень важный симптом, поэтому они выходят из дома, они хотят общаться, они хотят встречаться. И вот это очень важный момент именно контакта. Поэтому лекции и другие выставочные пространства, пространство конференций, оно очень имеет большой спрос. И это приятно. И это тенденция. Проводники модной тенденции – социальные сети. И это обратная сторона медали. Чтобы показать свой интеллект, красный диплом или кандидатская диссертация уже не так важны. В интернете, без всяких корочек, гораздо проще умным не быть, а только им казаться. На модной выставке или лекции главное не только кивать с умным видом, даже если не понимаешь, но и правильно выглядеть. Это опознавательный код, ведь по одежке, как известно, встречают непременный атрибут кеды. Это знак, что можешь быстро обойти все интересные места и, конечно, очки без диоптрий. Понятно зачем. Делаешь такое фото, например, в креативном пространстве, размечаешь на страничке в социальной сети, собираешь аплодисменты и вот ты уже почти в тренде. В советское время в тренде был студент Шурик. За его приключениями на экране следила вся страна. Не до тёпа, зато явно образованный и начитанный. Штудировал лекции и сдавал экзамены. Здорово. У тебя есть? Знания, впрочем, получали не только в вузах. На производствах существовала целая система. Кругозор рабочих расширяли специально приглашенные лекторы. В Ленинграде общество знания появилось почти сразу после войны. Первым во всем Союзе. На публичных лекциях в добровольно-принудительном порядке пропагандировали, агитировали, просвещали. В том самом зале на литейном время теперь как будто остановилось. Языком соцреализма по-прежнему приветствуют участников научной олимпиады. Мы к себе приглашаем только устоявшихся профессионалов. Каких-нибудь лекторов назовёте и кого приглашаете? Ну, лекторов назвать, знаете, наверное, не стоит. Почему? Ну, тогда обидишь кого-то неизбежно, потому что у нас очень много уважаемых людей читает эти лекции, ведут занятия. Просто перечислением кто-то скажет, а почему меня забыли? Ну, всё-таки пара только фамилий. Да я думаю, давайте обойдёмся без имён. В рыночную эпоху общество знания перепрофилировали под запросы нуждающихся. Там, где раньше читали лекции о научном коммунизме, сейчас штудируют богословские труды. А рядом семинар по выращиванию фиалок. Очень похож на обычный цветочный базар. Всё отдать, раздать, подарить, и поедать, и походим, и на дачу. Вопрос, конечно, качества того, чего они предлагают. То есть я считаю, что независимо от того, крупный это центр или какой-то маленький образовательный центр, всё-таки к этому нужно относиться, к этим лекциям немножко критически. Потому что они носят всё-таки ознакомительный характер, полного спектра знаний, они дать не могут. Искусствовед по образованию Илья Дворников мечтает составить интернет-путеводитель по образовательным центрам. В Петербурге это уже целый бизнес. Организовать публичный семинар, кажется, несложно. Выстроить подходящий антураж, пригласить лектора с известной фамилией, который набивает себе цену, и всё, можно продавать билеты. Можно быть умным? Да нет. Абсолютный тренд на дураков. У меня работа. У меня работа, я думаю, о том, что я им сегодня расскажу. Полтора часа он рассказывает что-то слишком шумное о пространстве и объёмах. Объём самого этого рынка измерить сложно. Эти знания оценили всего в 600 рублей. Поэтому для некоторых публичная лекция – просто способ скоротать вечер. Очень часто идёшь куда-то и понимаешь, что пока ты ходил в кино, пропустил что-нибудь безумно интересное. Очень трудно. Или на баут. Когда не пошёл, пропустил безумно интересное кино. Для кого-то это игра, но кто-то подтягивается. Филолог и писатель Андрей Асфасатуров сам в зелёных ботинках, но уверяет – это не дань нынешней моде, а давно сформировавшийся стиль. Он тоже читает публичные лекции и объясняет – молодёжь тянется к свободным знаниям, потому что этого очень не хватает в вузах. Слишком формализованным стало высшее образование. И к тому же оно не поспевает за временем. Молодёжь хотела, не знаю, трэшевую литературу, она её получила. Молодёжь хотела, не знаю, какие-то, условно говоря, одежду какую-то хорошую. Тоже всё это есть, да. Всё это есть, всё это она получила, есть кучная. И вот, мне кажется, очень правильная тенденция, что люди пытаются сами себя развивать, пытаются быть более содержательными, пытаются понять, кто они такие. Сколько таких, по-настоящему интересующихся, активных и действительно умных ребят никто не считал. Но именно они организовывают интеллектуальные пространства вокруг себя, такие, как, например, эта техническая лаборатория. Маленькая Софья, как и папа, тоже тянется к роботам. Её поколение наверняка будет умнее и взрослее, потому что наше в хаотической системе координат, кажется, выбрало правильный вектор движения. Борис Иванин, Всеволод Киселёв, Сергей Эйсер и Олег Скоков. События недели. Санкт-Петербург.